Возведение социально значимых объектов города находится под постоянным контролем главы администрации. В ходе выездного совещания по строительным площадкам Заречного Вячеслав Гладков проверил сроки и качество выполнения работ. На открытом стадионе будущего физкультурно-оздоровительного комплекса в зоне отдыха «Лесная» мэр обратил внимание на испорченное ограждение полей для мини-футбола. Еще не начали эксплуатировать, у нас уже здесь. Потому что вот здесь, ну, еще можно понять, зачем там работают, да? Для того, чтобы выходить за мячом. Но зачем здесь работают, я, честно говоря, и не понимаю. Чтобы впредь вандалам было неповадно распускать свои руки, территория спортплощадки будет охраняться. Вячеслав Гладков обсудил с подрядчиками сроки окончания строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Предположительно, он будет введен в эксплуатацию к концу 2011 года. Кипит работа и в 18-м микрорайоне. Здесь уже заложен фундамент нового бассейна. То есть это большая чаша у нас, да, 50-метровая, а это маленькая чаша? Это маленький бассейн, а это вот сауны, два бассейна. Вот сауны сделаны. То есть мы все это дело сделали, согласно контрактам. Нет, то есть уже да, сейчас уже как бы можно что-то посмотреть. Строители пообещали Вячеславу Гладкову, что при достаточном финансировании новый бассейн будет готов к концу 2012 года. В 18-м микрорайоне готовится к сдаче новая многоэтажка. К ней уже подведены все коммуникации и электричество. Квартиры в новостройке получат зареченцы, которые стоят в социальной очереди на жилье. Вячеслав Гладков напомнил руководителям подрядных организаций, что на этом объекте особенно важны сроки и качество выполнения работы. 5 ноября вы отсюда полностью должны уйти. После этого мы 6 ноября должны в течение, там выбираем 3 часа и проходим по каждой квартире. А потом к этому времени мы готовим торжественное здесь собрание, концерт по вручению, по новостелью. По въезду людей, которые стоят в социальной очереди, каждому игрушку, цветы. Рядом с многоэтажкой в ближайшее время начнется строительство детского сада. Проектировщики обещают, что он будет не похож на другие дошкольные учреждения. К необычному фасаду добавится современная отделка. Если мы делаем бассейн, то там применяем все самое передовое сомнение. Если мы делаем игровую... Начиная с антибактерицидной плитки, заканчивая вот этими панно, которые должны быть в постельном. Другую задачу мы поставили. И если это фасад, то значит, какими декоративными элементами поиграть. Планируется, что детский сад в 18 микрорайоне будет готов принять детей в конце будущего года. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».